8 июля в нашей стране отметили День Семьи, Любви и Верности. Идея праздновать в России День Семейных Ценностей возникла в городе Муроме Владимирской области. В этом городе в храме Святой Троицы Свято-Троицкого монастыря покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии, которые считаются покровителями христианского брака. Петр и Феврония являются образцами семейной любви и верности. Они прожили долгую и счастливую жизнь и умерли в один день и час 8 июля 1228 года. А символом Дня Семьи, Любви и Верности стала ромашка. В нашем районе живет очень много семей, которые так же, как Петр и Феврогия, пронесли любовь и верность через всю свою жизнь. Они не раз становились героями наших репортажей. И сегодня мы хотим вспомнить наиболее яркие примеры семейного долголетия. Дорогой Николай Николаевич, если бы сейчас вернулось то время, вы бы так бы выбрали свою милу по жизни с петельцем? Да. Людмила Владимировна, вот если бы сейчас он опять погрозил пальцем, а потом позвал за собой, вы бы ответили согласие на его лично? И опять звучит это заворожительное «да», как символ вечной любви. В этом году семья Тулиновых отметила 53-ю годовщину со дня свадьбы. Уже более полувека Николай и Людмила шагают рука об руку, сохраняя необыкновенную теплоту друг к другу. Любовь и верность для них не пустые слова. Это то, без чего невозможно построить ни одну семью. А еще важно поддерживать друг друга, какие бы испытания не встречались на жизненном пути. Повезло мне с женой. Если бы не она, я бы уже там был бы. Я сильно заболел. И почти два года я не вставал, парализованный был. Вот это она меня вытянула. Более 50 лет вместе живет и казачья семья Головатых. Вместе вырастили двух детей, воспитывают пятерых внуков и двух правнуков. За полвека семейной жизни было многое – и плохое, и хорошее. Главный секрет семейного долголетия – не растерять любовь и уважение к друг другу. Тогда можно и бриллиантовую свадьбу отметить. Добрая хозяюшка, умница, жена, умница. С такой женой, я не знаю, готова жить еще столько же. Более 35 лет – семейный стаж супругов Григоренко. Но вместе прожитые годы – не главное достижение Татьяны и Владимира. Их самое большое богатство – дети. Четыре мальчика и четыре девочки, воспитывать которых они стараются на кубанских традициях. Если мы не будем учить наших детей, нашу молодежь на основах наших традиций, не чьих-то, а кубанских традиций, ничего не получится. Года два назад, полтора, дети стали называть нас на вы. Перешли. Младшие старшие уже привыкли на тыканье. Да, вот старшим двоим сыновьям трудно. Они понимают, но им трудно. А меньшие дочки послушали, почитали. Ведь казаки на вы всегда говорили, да, там не было тыканье никогда такого. На себе тоже вы было, да. Да, вот. И стали говорить. Вот вы сначала тоже непривычно, ну а теперь понимаешь, что надо все ставить, вот эти порядки любви надо все ставить на свои места. Много детей и в семье Лавренковых из Коржевского сельского поселения. И большинство из них приемные. Воспитав своих троих детей, они решили, что их любви хватит и для других детей, обделенных родительской заботой. Так семья пополнилась на шесть ребятишек, которые стали родными. А многодетные родители уже не представляют жизни без детского смеха и шумных совместных ужинов. Если не мы, то кто? Зато они рады. Все хорошо у нас. Смеются, радуются. Как-то все в лагеря посъезжались, а мы с матерью остались вдвоем одни. А скучно. Все, нету этой суеты, нету радости. Все, поехали в гости по лагерям к ним. Да, уже без детей не можешь. И таких семей, о которых мы рассказали в Славянском районе, много. Они – пример настоящей любви, которой ни горе, ни жизненные бури и невзгоды. Все ни по чем. Их любовь прошла проверку временем. И только год от года становится сильнее. Дорогие друзья, семья Калиловых всех поздравляет с праздником, с днем любви, семьи и верности. Хрустальных голоса капелли, звенит древячий смех чудесный. И мать сидит у колыбели, Дитя, лаская тихой песней. И дом молитвой освященным Стоит открытый всем ветрам. И учит бабушка-внучонка Словам отчизна мама-храм. Друг друга храните во все времена, Живите плодой гармонии. И пусть будет жизнь ваша Освящена любовью Петра и Меронии. Семья любви великой царства, В ней вера праведность и сила. Семья — опора государства, Страны моей, моей России. Семья — источник изначальный, Небесным ангелом хранимы. И грусть, и радость, и печали Одни на всех неразделены. Друг друга храните во все времена, Живите плодой гармонии. И пусть будет жизнь ваша Освящена любовью Петра и Меронии. Друг друга храните во все времена, Живите плодой гармонии. И пусть будет жизнь ваша Освящена любовью Петра и Меронии. Всем любви!